Ребята, я тут сидел себе у камина, ну как обычно, с бокалом красного вина в руке и женской головой в районе пояса. И вдруг ко мне приходит осознание того, что мол рано мне еще отдыхать. Люди нуждаются во мне, ведь кто если не я, будет свет им проливать на еще целую кучу неизведанных брендов. Затем я проснулся, вина, камина, а уж тем более женщины у моих ног, к сожалению, не было. Но была моя съемная хата и дикое желание рассказать вам о бренде Рибак. Но и небольшое чувство голода присутствовало, поэтому сразу же после рекламы мы начинаем. Давным-давно, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, но если быть точнее, то в маленькой английской деревушке Холкомбрук, что расположилась в шести милях от Болтона, жил один молодой человек по имени Джозеф Уильям Фостер. Был он по профессии сапожником и матерился, наверное, соответственно. Но это не единственное его увлечение. Также Джозеф состоял в местном клубе любителей бега. Однако, в то время, производители обуви практически игнорировали спортивный сегмент. И спортсменам было крайне сложно. И даже почти невозможно найти более или менее подходящую обувь для занятий любимым делом. Так как на дворе тогда шел 1895 год. Еще раз повторюсь, 1895 год. Это конец 19 века. То есть, понимаете, сколько бренду лет. Так вот, поскольку Джозеф бег любил, а бегать было не в чем, он решил собственноручно сделать себе пару кросс. Ведь не зря же он на сапожника учился. А сапожник без сапог, это как базуки без синтола. В общем, взял он свои старые туфли, вбил в подошву пару гвоздей и вуаля. Так на свет появились первые беговые туфли на шипах. Идея оказалась настолько простой и в то же время перспективной, что уже в 1900 году Фостер открывает свое собственное дело по пошиву спортивной обуви. И назвал он его вот так вот. Непонятно мне просто как это читать. Так что просто посмотрите. Слава о новых удобных туфлях распространялась по всему Болтону. И вскоре вся команда местного бегового клуба выступала в шиповках Фостера, одерживая победу за победой. Но самый что ни на есть триумф в компании произошел уже в 1904 году, когда бегун по имени Альфред Шраб выигрывает забег на 10 миль с ошеломляющим результатом в 50 минут 40 секунд, поставив тем самым новый мировой рекорд, который оставался национальным рекордом в Великобритании на протяжении 30 лет. И сделано это было естественно в ботиночках от нашего Фостера. Это событие дало мощный толчок в развитии бренда, после которого его рост было остановить просто невозможно. Он словно разъяренный бычара мчал на красный, сметая все на своем пути. Но старость она та еще сука, никого не щадит. И старина Джо исключением не был, поэтому в 1933 году ему пришлось отъехать в мир иной, оставив своим сыновьям Джону и Джеймсу процветающую компанию с этим непонятным и сложным названием. И первое, что сделали его сыновья, это конечно же изменили название на более простое и запоминающееся. А именно, назвали они ее Рибок в честь быстроногой африканской антилопы. Ну а сам логотип, который используется и по сей день, был разработан в 1993 году, после того, как правительство Великобритании запретило использовать национальную символику в рекламных целях. А ведь долгое время логотипом компании являлся национальный флаг именно этой страны. Что же делать? Пришлось Рибок изменить свой логотип в виде флага на логотип в виде вот такого вектора. Ну а с 2006 года Рибок является дочерней компанией бренда Adidas. Не то, чтобы он полностью поглотил и заставил Рибок плясать под свою дудку. Скорее, это просто объединение двух гигантов для завоевания новых рынков и обмена опытом, которого у них, поверьте, хоть отбавляй. Короче говоря, это пошло на пользу как первым, так и вторым. На этом все, писюны. Это была история древнего бренда Рибок, который на рынке уже более 120 лет. И я уверен, это еще далеко не конец. Как минимум, пока амбассадором будет Мирон, а в России матушке Рибок будет в большом почете. Не у всех, конечно, но у большинства. Ладненько, давайте двигаться дальше. За Рибок ясен пень пояснять не нужно. Это ясно как день. Но мы живем с вами, где невозможное возможно. Поэтому нужно быть готовым ко всему. И если вдруг вас все-таки остановил модный патруль, не спешите переводить перцовый баллончик или звонить мамке. Есть способ в разы экономнее. А именно, сделав серьезные щи, заявите полицаям прямо в глаза, что вы являетесь тем самым верным фанатом великого рэпера всея Руси, дядюшки Окси Мирона. И раз уж он сказал носить всем Рибок, значит нужно носить. И все, изи, смело продолжайте свой путь. Ведь гопники, они уже давно эволюционировали. И если раньше их любимым музыкантом был Миша Круг и что-то наподобие его, то сейчас их место прочно занял дядя Окси. А своих они вряд ли обидят. Вот и решена задача. Но есть одно но. Остерегайтесь зрителей канала СТС. Ну а в этой части мы, как правило, всегда учились отличать оригинал от подделки. Но в этот раз я себя обогнал и сделал это чутка раньше. Я о том, что на моем канале уже есть подробное видео, как это делать на примере кроссовок Рибок Инстапамп, где я настолько подробно все объясняю, что поймет даже чайник. Так что ловите подсказочку в правом углу, либо досмотрите ролик до конца и кликните по конечной заставке. Оно там будет. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Делитесь роликом с друзьями. Делайте репост из группы. Я добавлю вас в друзья, либо оставлю коммент на стенке. Ну и не забывайте про нашу группу в ВК, где постится очень годный контент. Не веришь? Зайди и сам посмотри. У нас везде годный контент. В Телеграме тоже годный контент. И мой Инстаграм не исключение. Так что поддержите нас по всем фронтам. И ролики будут еще лучше. Я не шучу. Всем пиз. Субтитры сделал DimaTorzok